Минкульт обязал библиотеке хранить книги с маркировкой 18+, в местах, недоступных для несовершеннолетних. По новым правилам, библиотекари должны выдавать читателям информационную продукцию, соответствующую возрасту. В это помещение имеют доступ только сотрудники нашего отдела, Центра книги и чтения. Здесь у нас выделено специальное место для хранения книг, которые идут с маркировкой 18+. Вот мы можем их здесь вам показать. Здесь стоят книжечки как современных российских авторов, так и зарубежных авторов, которые идут с маркировкой 18+. Под маркировку 18+, попадают книги, если в них есть натуралистическое описание болезни, катастроф, неосуждаемое употребление наркотиков и алкоголя, натуралистические сцены половых отношений, нетрадиционные взаимоотношения, нецензурная брань. Под эту маркировку попадает и произведение школьной программы, например, мастер Маргарита Булгакова или Тихидон Шолохова, доктор Живаго Пастернака. Проблема в том, что маркировку 18+, сажает под замок не только многих современных авторов, но и классиков, даже Пушкина. Пока среди работников культуры и образования все еще идут споры о пользе возрастных ограничений. Но нужны ли они вообще? Да Пушкин такие писал произведения порой, что там не то что маркировать, а цензуре подвергать. И Есенин тоже, и другие классики хулиганили. Это, конечно, надо маркировать, я думаю. Да ладно, бред. Почему? Простите, мы все выучились, как-то на нас это не повлияло. А сейчас дети бедные прочитают классическую литературу, с ними что-то случится. Возрастные-то какие-то понятия должны быть, поэтому положительные. Ну смотрите, даже в школе, допустим, все равно же это по классам, какую-то книгу не дадут в ранних классах читать. Споры о возрастной маркировке книг уже не первый раз оказываются в центре внимания. Но пока они идут, и под запретом оказывается все больше авторов. Тем не менее, сейчас обсуждается вопрос, все-таки запретить маркировку произведений и школьной программы как книг для взрослых. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».